Музыка Поликлиники, школы, больницы – это лето стало временем перемен для многих учреждений Вологодчины. В список на проведение ремонтов и закупку нового оборудования попали десятки зданий во всех районах области. Работы выполнялись капитальные, в порядок приводили крыши и подвалы, системы водоснабжения и освещения, закупали необходимую мебель и оборудование. На все про все у строителей было не так много времени, основную часть работы они выполняли летом. Первые результаты оценим сегодня в нашей лаборатории. Обновленная входная группа, дополнительные помещения и качественные материалы у вологодских подрядчиков есть почти два месяца, чтобы завершить ремонт в детской поликлинике в северном районе Череповца. Сроки сдачи объекта сократились. Работать сейчас приходится без выходных, но результат налицо. Еще несколько месяцев назад подвал поликлиники был завален строительным мусором и старым оборудованием. Огромная площадь помещения не использовалась. В рамках капитального ремонта подрядчикам предстояло кардинально исправить эту ситуацию. Сейчас подвал не узнать. Здесь появятся хозяйственные помещения для персонала. Для этого потребуется металлопрофиль и гипсокартон. Когда я сюда первый раз попал, здесь было по колено мусора. Мы отсюда все вытаскивали. Ни одну машину отсюда мусора вывезли. Это во-первых. Потом аккуратно сделали все, прогрунтовали. Разумеется, гидроизоляцией заделали, что это как подвальное помещение. Положили плитку. То есть есть рабочая зона. Сделаем перегородки специальные для кабинетов. Кипит работа и на первом этаже здания. Здесь трудятся 10 сотрудников. Нужно заштукатурить стены, подготовить кабинеты под покраску. Скоро начнут укладывать и плитку. Она уже ждет своего часа. Ремонт медучреждения. Задача не из простых, признаются рабочие. Ответственность большая. Нужно угодить юным пациентам. Для начала мы снимали старую краску. Все вот это вот. Снимали все полностью. Зачищали. Штукатурили. Много пыли, грязи было? Много было. Было пыли, грязи. А сейчас что? Сейчас подзачистили, подзакрасили, замазали все. Подрядчики трудятся с утра до позднего вечера. Без выходных. Работа осложняется тем, что помещение поликлиники находится на первом этаже жилого дома. Однако местные жители не жалуются. Помещение почти за 40 лет ни разу капитально не ремонтировали. Кроме этого, кабинеты, зоны отдыха и регистратура не отвечали современным требованиям. На капитальный ремонт поликлинику закрыли еще в мае. Всех пациентов, а это более 6 тысяч юных череповчан, перевели в главное здание медучреждения на Милютина-6. Ответственным за реновацию назначили вологодских специалистов. Подрядчик в первую очередь демонтировал старое оборудование и инженерные сети. Пришлось даже ломать стены. Здание находится в жилом доме на первом этаже. Очень много транзитных сетей, которые проходят уже к жильцам. Поэтому сложности всегда есть. Здесь шумная работа, соответственно, у нас потребовалась минимальная реконструкция. Были у нас также плохие стены, мы полностью их сносили и ставили новые. Ну и небольшая перепланировка. На все виды работ в рамках программы «Здоровье Вологодчина» область направила более 25 миллионов рублей. Более трех миллионов выделили и из федерального бюджета. Рабочие уже проложили новые коммуникации, установили новые радиаторы и подготовили стены под покраску. Вновленное помещение будет кардинально отличаться от прежнего. Все будет выполнено в рамках современного стандарта «Бережливая поликлиника». В проекте у нас предусмотрена комфортная зона ожидания, игровая комната для детей, открытая регистратура, кабинет неотложной помощи, колл-центр. Мы изменили вид регистратуры. То есть у нас там будет открытая стойка и за ней картохранилище. Отдельно будет колл-центр, где будут три оператора сидеть. Для больных пациентов организуют свой вход. Это позволит избежать передачи инфекции. В рамках реконструкции медицинская помощь станет доступнее и для маломобильных череповчан. Поликлиника будет работать в режиме приема пациентов экстренных больных. И через колл-центр, через портал государственных муниципальных услуг будет плановая запись врачей. То есть мы по утрам не будем наблюдать здесь толпотворение о регистратуре, потому что будут все электронные возможности для записи через интернет, через телефон на горячей линии, через колл-центр. Это все будет организовано и регистратура будет работать в режиме реального времени, как навигация. Завершить капремонт по контракту необходимо в конце ноября. Но руководство строительной фирмы планирует справиться с задачей раньше и таким образом сделать подарок жителям Северного района. К тому времени закупят новую мебель, медицинское оборудование. Возобновить прием пациентов в здании на Северном шоссе планируют в декабре. Новая входная группа появится этой осенью и в детской поликлинике Череповецкой горбольницы. Реконструкция объекта началась в мае в рамках программы «Бережливая поликлиника». Средства на строительство выделила область. Удобнее было. Парковки бы еще были. Сделали бы так вот. Нормально было бы. Эту реконструкцию ждут не только медики, но и пациенты. Кому-то кажется узким вход, кто-то сетует на отсутствие удобной парковочной зоны для колясок и автомобилей. По первоначальному проекту вход в детское отделение планировался с южной стороны, но из-за особенностей ландшафта оборудовали его северный. Здесь он просуществовал больше 30 лет подряд и уже давно устарел. Объект не соответствует современным требованиям, комфорту и безопасности. В этом году ситуация изменится кардинально. Здание 62-го года постройки капитального ремонта не видела ни разу. Этот вход с мрачным железным навесом, помнят еще медики, которые пришли сюда на работу уже не один десяток лет назад. Сейчас выполнено порядка 50% от общего объема работ. Планируется сделать благоустройство, парковку для автомобилей, объезд вокруг поликлиники. Все это будет и новый газон. Все это будет уже теперь респектабельно выглядеть, в отличие от того, что мы имели до сих пор. Ну а дальше, значит, будут установлены козырьки. Двери в детскую поликлинику оборудуют современной системой антипаника. В случае тревоги они откроются автоматически вне зависимости от времени суток. Уже смонтированы мощные тепловые завесы, чтобы самым маленьким пациентам не было холодно. Старый вход с северной стороны здания без дела тоже не останется. Там планируют создать отделение неотложной помощи. В планах полностью разделить пациентов, обратившихся за профилактической помощью и без отсутствия признаков острых заболеваний. Вот через центральный вход дети с признаками острого заболевания могут обращаться через отдельный вход. Таким образом, мы хотим разделить потоки пациентов. Пандусы для маломобильных пациентов – просторная колясочная. Такую масштабную реконструкцию планируют закончить к 16 октября. Наше учреждение сейчас вступило в проект «Бережливая поликлиника», или, как еще говорят, учреждение, оказывающее первичную амбулаторную помощь, новая модель. Но на самом деле работы мы уже начали в 2016 году. Тогда область выделила порядка миллиона рублей на ремонт регистратуры и входную группу внутри поликлиники. На полное переоборудование нового входа с южной стороны здания уйдет 4,5 миллиона из федерального бюджета. Похвастаться новинками могут не только учреждения крупных городов региона. Медицина на селе идет в ногу со временем. Так, районные больницы получили 28 новых санитарных автомобилей. Торжественное вручение техники прошло в конце августа в областной столице. В ближайшие три года автопарк неотложной помощи будет полностью обновлен в рамках программы «Здоровье Вологодчины». По словам водителей, именно полноприводные УАЗы являются одним из самых надежных видов транспорта для сельской местности, поскольку обладают высокой проходимостью и неприхотливы в эксплуатации. Еще не привыкли, пока ездить так. Старушку отдали, но и дали. Музыку включим, пускай играть. Играют? Нормально все у нас. Эти автомобили не предусматривают комплектацию медицинским оборудованием. Они предназначены для транспортировки пациентов в центральные районные больницы. В рамках программы «Здоровье Вологодчины» свой автопарк уже обновили 14 районных фельдшерско-акушерских пунктов. Сразу три новых машины получили Кирилловская и Устюженская районные больницы. Вам всем очень непросто. И я желаю, чтобы у вас хватило силы, духа, мужества прийти на помощь человеку тогда, когда ему требуется ваша помощь. Поэтому сегодня я, конечно, благодарю вас всех и с удовольствием вручу ключи от этих автомобилей водителям и фельдшерам, которые будут на них работать. Всего в центральных районных больницах области сформированы 26 выездных медицинских бригад специалистов для оказания медицинской помощи маломобильным группам населения. До 2022 года планируется приобрести еще 44 санитарных автомобиля для опорных ФАПов в районы области. В бюджете региона на эти цели запланировано почти 34 миллиона рублей. А вот в городе Нашексне в ближайшие три года в развитие сферы здравоохранения вложат порядка полутора миллиардов. Как изменится качество медицинского обслуживания и доступность услуг, покажет время.